Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо за bath Спасибо за субтитры DimaTorzok Давай ДимаTorzok 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 девку все зашел в поиск подписался жду тебя вот как видите вы откуда будете с ней секрет москва меня олег зовут а в каком районе москве живете есть секрет я понимаю зеленая зеленая ветка между войковской и речным вокзалом вот я в я я понял вы сказали очень хорошо валерий я вот допустим с москвичами беседы беседы на просто вопросы по знанию москвы хотите или не если не хотите можем на другую тему перекинуть по москве сколько в москве вокзалов московской железной дороги вокзал рижский курский павелецкий киевский девять вокзалов всего это вообще-то москва я естественно москву лучшего знаю я просто говорю что москвича кто знает что в москве 9 вокзалов но на вопрос хитренький сколько вокзалов московской железной дороги правильно лет 8 один из 9 вокзалов не является вокзалов московской железной дороги какой-то раз какой-то раз молодец абсолютно правильный ответ молодец а что такое в москве а что такое в москве алексеевский пост и где он находится и где он я вот и с интересным расскажу вот вы как житель недалеко у вас ближайшая платформа либо хорина либо москве можно когда поезда из питера москвы это они естественно приводят на ленинградский вокзал а вот транзитные поезда вы представляете как они по москве идут которые допустим питер белгород питер нижний новгород вот они же на ленинградской не заезжают как они по москве идут представление рассказываю водка между платформе останка на и рижская вашего направления значит он выходит на вторую ветку и вклиняется в современный второй диаметр между платформе ржевская и каланчевская это соединительная ветка между курскими белорусский вокзал и вот маме момент то есть он уходит с октябрьской дороги и переходит в распоряжение московской железной дороги и пограничная станция между октябрьской дорогами между октябрьской и московской железной дороги называется алексей алексеевский пост а более а более хитая более запутанно идут это в этот на курский вокзал он просто вклиняется между жесткий каланчевский пропадает на курский вокзал а более сложно они идут на казанский вокзал те которые из питера идут туда в сторону куровской или там рязани да он 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 идет по боковой ветке через экипировочную станцию николаевка и попадает уже на казанское направление в районе в районе электрозаводского моста да это первая остановка с казанского но электрозаводский мост это знаковая такой мост да да я знаю это не конечно небольшой как ну вот видите как у меня еще много фактов интересных в москве так что если хотите заходите на майка уже уже помочь уже по московской области если хотите если можно какой какой самый большой город в московской области как вы думаете но раньше считался подольск сейчас глашет молодец редко встречает такого с таким грамотным ответом почему балашиха обогнала подольск как вы думаете строительство примерно одинаковые и там и там а балашиха обогнала и значительно подольск почему а сейчас просто обидели железнодорожность блаши еще раз респект балашиха или балашка балашиха называли до 80-х и потом стали балашка балашиха поглощает соседние города самое большое поглощение это город железнодорожный вы знаете поэтому она вот а в то же время вот такая вот странная политика правительство московской области есть город тоже ближний при ближний спутник москве московской области который наоборот постоянно теряет территории и уменьшается в размерах еще сейчас я расскажу нет нереотов еще лет 10 назад или 12 он был вторым городом после подольска по населению а сейчас откатился на восьмое или девятое место можете догадаться какой город ой сейчас говорят город люберцы то есть люберцы я вам сейчас расскажу эту историю то есть люберцы наоборот постоянно теряет территории в 70-х они потеряли некрасовку в восьмидесятых косино и жулебина в нулевых потеряли белую дачу а уже в десятых потеряли котельники то есть был район ну я всегда была феноменальная память на географическое название я вот могу назвать вам давайте хотите меня проверить вот выбирайте любое направление электрички я вам назову остановки по пределах москвы даже дали я с вами нет я хочу себя назовите любой вокзал москве но я в общем то вижу что вы намного лучше знаете москву тем те те которые встречал таких вот может один из на вас далеко еще я вам одну хитренький историю расскажи по мцк ездили наверняка да нравится да но все сделано супер и поезда и платформы кроме одно одного факта я потом не жать на него остановись как вы думаете когда как вы думаете когда по вашему мнению когда мосгордума впервые приняла решение об организации пассажирского движения по малой московской железной дороге которая сейчас является мцк каком году время примерно 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 попробую угадать вы меня не ругайте потому что не знаю честно бог буду ругать о как я буду ругать и конечно шучу говорить говорите олег я думаю где-то ну где-то 2015 14 11 1901 1911 год 1901 до мосгордума приняли решение об организации пассажирского движения большевики на это забили хотя при стали не были какие-то там после войны разговоры по этому поводу но все дальше разговоров не пошло лужков начал это восстанавливать на не успел потом вот собянин уже реализовал вот что я говорю плохо это скорости движения оборот я вот всегда когда в москву приезжаю у меня есть такая традиция обязательно сделать полный круг по мцк в ту или иную сторону один года но я каждый год приезжай кроме коронавируса это дурацко один год я езжу по часовой и значит другой год я поеду против часовой вот так кальция значит время полного круга стреляет час 28 хотя могли сделать элементарно 58 минут по скоростям по современному такое впечатление что не я сейчас скажу я уверен что вы какой-то большой чиновник такой впечатление что не график взяли из 11 года 1911 года вот график составили на полтора часа и они взяли перенесли то есть скорость очень малярую не простой человек да ну я не чиновник у меня просто три образования два из них высших одно с ученой степени я профессор так что так что копируйте название заходите на канал подписывайтесь копировали записали все в поиске что-то мне сегодня повезло с вами я я обязательно у вас буду на канале подпишу обязательно подписывайтесь да все жду вас на канале вы даже не представляете как приятно с вами пообщаться с таким человеком вот я предыдущий встретил москвича да мне пофиг бы какое мне дело там какой там какая станция я живу мне вот сходим там за мясом за это я знаю куда идти от саной вы так это было еще просто общаетесь вы такой это приятный человек интересный но я рад и рад и обязательно жду вас на канале тогда раз вот так они хорошо отнеслись надо и друзей агитируйте на мой канал обязательно обязательно нет я обязательно был прям даже пообщались со мной пять минут а мне уже интересно друзей и знакомых москвичей если встретите вот даже в руле хорошо рекомендуйте кто интересуется транспортной транспортной миниологии москвы им будет очень интересно вот мои деньги вот это почерк интересная обязательно сейчас я прям сейчас зайду буду заходить и самое главное вот кто тоже интересуется транспортной географии рекомендуйте ладно всех власть спасибо за беседу спасибо большое я вас отнимаю и мне повезло что я вас увидел спасибо до встречи на рафами значит да я просто контент для канала собираю из москвичами с подмосквичами мне интересно на эту тему беседу какой самый большой город московской области по вашему мнению именно город но не поселок же самое большое должен быть естественно город и не набор искали а что вы хотели район сказать какой самый большой горкина но я очень экзамен на вашу на на ваше впечатление какой самая большая город московская область вам интересно вам интересно могу сказать город балашка он обогнал раньше 50 лет 50 целых 60 был город подолик самым крупным оба городом а балашка его обгнала лет 8 назад но у нас больше плавлено ну ладно у вас есть какие-то полезный вопрос именно почему по любому почему вы обычно спрашивает я так вроде прикрытия но я понял если хочешь заходи на к и будешь писать комменты так и подписывайся сергей на рафанинск если я буду подписываться ладно всех благ и вам да дурака валяне разговаривать разговаривать почему же тогда утилитарном государстве правильно утилитарное государство правильно великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть один их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает а а а а Да? А как называется? Да. Ну, это, наверное, соединенные шпатами. Это федерация? Вот. Можно сказать, ну, по времену всегда писать монстры. И с ним шагом неровно с моего Жнедо-лезяная синема И послится над глава, глава усёта Силёная, силёная, глава В сучье семя выведем За родную Россию, как уси их рассеет Тяжела будет, или и сумеве Русские группы. Грузио украинского украинского украинского. Пытаясь. Да, да. Украина, Каталу, Каталу, все же. Группа корречка. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть кольцоинный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам. Под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева. 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай надмертный бой. Нашей силой немною. И оранжевой чумой. И мне улица родная. И мне погоду дорога.